Итак, долгожданное возвращение, не ври мне, легендарное шоу. Ребята, кто новенький на наших стримах, мы много смотрели это шоу, это имба. Но иногда заебало, ну меня лично подзаебало в один момент, но, 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 вам очень понравится. Поехали. Да ну пиздец, бля. Сейчас главное настроиться, просто профессиональную свою доебчивость до актеров включить. Александра и Анатолий Литецкий ездили... Бля, качество отменишее, конечно, ничего сказать не могу. Бабушки в деревню и вернулись домой пора... У меня есть вот такая штука. А где она, блядь? Вот эта? Да. ...чтобы не оставлять свою мать надолго одну. Чью мать? Четыре месяца назад их отца сбила машина. Марина Литецкая тяжело переживала смерть. Саше даже пришлось бросить институт и вернуться в родной город. Приют! Чтобы поддержать мать. Так хорошо, что ты приехала. Ну как же. Опа! Мама! Опа! Саша, что это? Толик. Вернулись уже? Толик и Болик. Как говорили? Что это? Саша, родная, успокойся. Давай сядем. Я все объясню. Мы все обстоим. Это ее муж и ее мать? Ну хорошо. Но я хочу вашего понимания. Это Роман Костырев. Он работает... А, это просто левый человек. Я думал, это ее парень. Струп в крупной строительной компании. Он проектировщик. Мама, мы ремонт затеяли? Нет, нет. Дети. Мы строим семью, сынок. Мы с Романом встречаемся. Уже месяц. Мы полюбили друг друга. Что? А папа... Сашенька, деточка. Давай мы сядем все обсудим. Сука, как я... Я вообще забыл, как они плохо играют, пиздец. Не буду я с тобой ничего обсуждать. А вы пошли вон отсюда. Мориш, я, пожалуй, пойду. Давай, пошел отсюда. Потом как-нибудь. И не будет никакого потом. Понял, блядь. А с тобой я вообще общаться не хочу. Правильно, правильно. Я бросаю все. Приезжаю сюда. Думаю, мамочке плохо. Блядь, Катя... Ее мать завела новый роман через 4 месяца после погибели мужа. А-а-а. Мамочка убита горем. Она с каким-то хахалем развлекается. Вот так, блядь. Она должна до конца жизни плакать, блядь. Понял. Как так можно? Как можно так забыть папу? Просто вычеркнуть его и все. Она же его забыла, это правда. Вообще похуй. Может, она никогда не любила его? Там, блядь... Может, она просто перед всеми разыгрывала такое счастье в семье? Блядь, заставка вообще великая, нахуй. Была в отчаянии. Она бросила мединститут и устроилась на работу медсестрой, чтобы помочь своей семье пережить беду. А оказалось, что матери ее жертва не нужна. Инна, как могла, пыталась утешить подругу. Ну, надо решать что-то. Неожиданно в сестринскую вошла Сашина мама, Марина. Саш, как тебе? Явилась, не запылилась, блядь. Нам надо поговорить. Блядь, я даже лица не вижу, чтобы вы понимали. Такое качество отмены. Я ее лица даже не вижу. Мне просто вообще... Я больше не могу так играть. У меня фантазия сама дорисовывает, как ее лицо выглядит. Короче, вот настолько у нее качество хуёвое. Так, я с ума сойти. А вот, теперь вижу. Все, все, все. Не буду я с тобой разговаривать. И что, мне развернуться и уйти? Ну, пиздуй. Будь добра, поговори со мной. Я не подружка тебе, а мать. Мать? Чья мать? Я бросаю все. Марина даже не подозревала, что своим приходом только подольет масло в огонь. Мамочка убивается по папе. Мамочка цветет. И пахнет. Как в мае. Саша, Саша. Извините, Саша. Обед уже закончился. Давай их. Нам рабочим. А я думал, ваша, блядь, оказывается, моя. Иди возьми капельницу, а я сейчас возьму градусники. Давай. Брод. Пошли. Это мне капельницы мефедроны? Давай, давай, блядь. Ну, ты бы порадовалась. Кулачок сжимаем, ржимаем, поехали. А чему радоваться? Ну, тому, что я опять счастлива, люблю, любима. Любима? Не рановато ли? Через 4 месяца после того, как умер папа. Да? Саша, пойми. Ну, Роман, мое спасение. Опора. Ну, я же женщина, в конце концов, а? Я же молодая, красивая. Чья, чья? Я хочу спокойствия, женского счастья. Блядь, надо один, 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 надо, блядь, 240 пи. Надо, ребят, надо, надо это, надо, 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 короче, это. Ну, а когда бы ты одобрила мои отношения? Через год-два? Никогда. Никогда того рот ебал. Может, ты нам с Толиком тоже замену найдешь? Опа, Толик еболик который? Доченька родная, ну что же ты такое говоришь? Ну, пожалуйста. Не надо так. Ну, папа. Ну, пожалуйста. Папа, он что, не родной? Так он умер, блядь, его нет больше. Я же любила твоего папу. Ну, когда он умер, ты же помнишь, я чуть с ума не зашла. Ну, просто Рома помог мне в трудную минуту. Мне с ним очень хорошо. Жилеточка, да? Нет. А может, у вас все раньше закрутилось, а? А потом попробовали. Вот так вот получилось, да? Хорошо? Ну, да, она должна до конца жизни, нахуй, просто страдать, блядь, убиваться горем и умереть в одиночестве. Так, в принципе, правильно? Нет, нет, нет. Мы с Ромой встретились на кладбище. Когда я приходила, цветы зажать, могилку прибрать, а Рома приходила к своей матери на могилу. Ну, так все уже. К чьей матери еще раз? Завертилась. Ну, романтика, романтика. Дочь, ну, пожалуйста. Я не могу с тобой разговаривать. Мне надо работать. В кем? В дом, поговорим. Хорошо. Прости, я буду что-то... А, моей? Моей? Готова. Вот и поговорила с дочкой. Да пиздец. Если бы хотя бы у нее самой были отношения. Если бы она хотя бы сама была влюблена, она постаралась бы меня понять. А так что? Все равно, что со стенкой. Ну, ведь она же помнит, как после смерти Никиты не жить не хотелось, только мысль о детях держала. Если бы не встреча с Романом, я вообще не знаю, что бы со мной было. Он вывел меня из депрессии. Мне с ним так хорошо. Заткнись, блядь. Ты предала. Четыре месяца назад. Его сбила машина. Он шел с работы домой. Буквально... И дошел до дома. Один квартал. Ну, бывает, бывает. Приехала скорая. Бля, ебать она играет, лянь. Его забрали в больницу. Три недели он лежал в коме. Может, это Роман сбил, да? Потом он пришел в себя. Мы думали, что... Что он выживет. А? Выживет? Ну, не выживет, да? Он умер у мамы на руках. Нихуя себе. Вот. Я даже не успела с ним проститься. Так он в коме был, как ты простилась бы. Ну, ладно. Разговор с матерью еще больше расстроил Сашу. После работы она решила поговорить с ее сестрой, Ульяной. Ты не выжил, а я выжил. Вот такой вот казус вышел. Очень близки. У них никогда не было тайн друг от друга. Что-то случилось? Нет, я хотела поговорить с тобой. А это кто? Скажи мне... Подруга? Нет, я... Очень близки. У них не... После работы она решила поговорить с ее сестрой, Ульяной. Сестрой. Нет, я хотела поговорить с тобой. Расскажи мне про отношения родителей. Сашенька, что-то случилось? Почему ты спрашиваешь? Нет, ничего. Просто... Ты мамина сестра, ты больше всех про нее знаешь. Тем более, у тебя все плакать приходит. Скажи, у нее... У нее уже был этот мужчина до смерти папы, да? Саш, твои родители любили друг друга. И я не понимаю, к чему эти вопросы? Понимаешь, это странно, что... Но у них был секс, секс. Сразу после смерти папы у мамы появился новый мужчина. Сразу же, блядь, момент. Вот только умер, она такая, только... Вот только он умер, она такая, ладно, я погнала, бля, к романчику. Все, верю. Мне 23 года. Это... Это ненормально, это переходит всякие границы. Сашенька, да, у твоих родителей были проблемы, как и у всех, эта жизнь. К сожалению, в ней не всегда все так гладко, как нам бы хотелось. Ты ведь сама помнишь, как мама переживала после смерти Никиты. Как мы все за нее переживали. Я думала, что она, не дай бог, что-то с тобой сделает. Ты ведь сама так думала, помнишь? Думала. Ну, как быстро примчать. Думать меньше надо, ясно? Сашень. Да пока душно пиздец. Твоя мама еще молодая женщина. И она встретила достойного человека. Я думаю, что она должна быть счастлива. И пойми, не все в жизни так бывает, как нам того хотелось бы. Если так получилось, значит так нужно, Саша. Да? Ты что? Тоже с ними? Вы что, все с ума что-то сошли? Ой, блядь. Саша! Саша! Я больше не доверяю Ульяне. Я раньше всегда приходила ей плакаться, советоваться. А теперь она не говорит то, что я хочу слышать, и поэтому нахуй мне это Ульяна. Все-все-все. Да нахуй реально Ульяна как-то хуйню несет. А сейчас она... Она не говорит то, что я хочу слышать, блядь. Не понимает, что происходит. Почему она защищает маму? Почему? Такие отношения не могут быть... Не могут возникнуть так сразу. Это старые отношения. А вот ты скажи... А ты, может быть, обозначишь временной отрывок, который должен пройти, после чего она может встречаться с мужчиной? Может быть, ну как... Получается... Так, год, два, три, никогда, блядь. Ну вот к чему-то это. Что-то Толик за них. Как хамелеон, куда помалень туда и пойдет. Да Толик не Болик, он маленький. Что-то до него-то доебалось, блядь. Роман остался ночевать у Летецких. Саша весь вечер не выходил из своей комнаты, а утром решила поговорить с ним без свидетелей. Она дожидалась его у дома. Опять это арка, я же говорю. Видите, опять это арка, блядь. Они в одном и той же локации снимают. Здравствуй, Саша. На смену пошла? Да. Бах, нахуй. Ну, удачи. Не надо своей поговорить. Ага. Ну что ж, я тебя провожу немножко, а то у нас с Марией много чего не запланировано. Я хочу, чтобы вас... Опа, у меня с твоей матери, блядь, сегодня, да. Блядь, покоя. Если мама и брат не замечают, если они слепые, то я не слепая. Знаете, давайте договоримся. Давай. Взять 4 тысячи долларов. Сколько, блядь? Серьезно, это же мало, блядь. Берите их и купите какую-то путевку за границу на месяц. И дамочку свою прихватите какую-нибудь. А нас оставьте в покое, ясно? Ну, ты даешь, Саш. Ты что, на самом деле не понимаешь, что я искренне люблю твою маму? Давай поступим по-взрослому. Давай. Я к тебе очень хорошо отношусь. И будем считать, что этого разговора не было. На этом разойдемся. Удачно тебе, Мяска. Все, шаг, снялись. Все, снимаемся, поехали. Уже ни в какие ворота не лезет. Девчонки, 21-й год. Взрослый человек ничего не понимает. А, такая пиздючка еще. Интересно, какой она еще фокус накинет. Мы, конечно, поторопились, рано детям открылись. Случить это позже. У тебя стопли высморкались. Наверное, реакция у Саши была... Папа другая. Но я надеюсь, что она одумается, и в конце концов все образуется. После работы подруги решили прогуляться. Саше просто необходимо было немного развеяться. Ой, тетя Карин. Здравствуйте. Ой. Ой. Кто это, блядь? Ой. Ой, кто это? Сашенька, привет. Тетя Карина, блядь. Девочки, у нас так много нового товара. Выбирайте себе что-нибудь. Сашенька. Воружит, блядь? Что это? Кто это? Саша. Как твои дела, милая моя? Блядь, ничего. По-разному. Тяжело. Папа нет. Ха-ха-ха, блядь, ебадел. Ха-ха-ха-ха. Опа. Опа. А что-то у вас было, блядь, тетя Карина? Мне так жаль, что его нет. Саша удивилась, почему подруга ее матери так странно говорит о ее отце. Опа, блядь. Калина попыталась уйти от ответа, но девушка хотела знать все. И женщина... Что у тебя случилось? Ну вот плохо, папы нет. Что-нибудь. Безназ. Год назад у нее был роман с отцом Саши. Что вы врете? Опа, я что-то... Мой папа так не мог выступить с мамой. И нападем отсюда. Это все было на таком уровне... Да он расплатиться, наверное, не мог в Киоске. На космическом каком-то. И вот эти отношения у меня остались до сих пор. Его сейчас нет. Мне так жаль, что его нет. Мне очень жаль, Марина. Мне очень жаль детей. Да, он... Сначала его сбили, потом он еще три недели в коме был. Ты... Как любовница тебя поебать, да, было? Себя жаль. Он для тебя так много значил, блядь. Пропал что-то, хуй знает где-то. Что-то его нету, нету, блядь, нахуй. Папа. Потом еще четыре... Блядь, что я несу? Он сначала попал в аварию. Потом его привезли в больницу. Он был три недели в коме. Потом он умер. Прошло четыре месяца. Ей говорят об этом. Такая, блядь, как он для меня многое значил. Ну, что-то его полгода, я его не видела. Что-то хуй знает, блядь. Ну, его так, блядь. Я вот так любила, блядь. Вот полгода только его что-то исчез. Я ему даже не звонила. Не интересовалась, как у него там дела. Но, блядь, как он для меня был важен. Верю, верю. Вот чего ему не хватало? Так я верю. Почему он так поступил с мамой? А, теперь он козел. Скоро, это же... После работы Роман зашел за Мариной в ее офис. Они решили выбрать, куда поедут отдыхать. На четыре тысячи долларов, да? Саш, привет. Чего случилось? Я разговорилась с Кариной, она сказала, что у них с папой был. Это правда? Этого еще не хватало. Почему ты меня все сразу не сказала? Поэтому я так быстро влюбилась, да? Сами брали, такую семью сейчас... Три месяца он был в коме, да? Тем более, блядь, нихуя себе. Вы запрожали, да? Саш, ну не можешь... Не трогайте меня, вообще убирайтесь отсюда. Господи, успокойся. У нас с твоим отцом все было хорошо. Хорошо, Саш, пожалуйста. Рома, нам надо поговорить на неделю. Ты уже пыталась много раз, может быть, втроем поговорим? Да вы, ну ебаш... Манечка, это между нами, девочка. Меня обижаются, пожалуйста. Я тебе не знаю. Ой, секунду, все, я... Ты что, ебать, мать? Ну что ты делаешь? Это же работа. Что ты себе позволяешь? Значит, ко мне на работу можно вламываться, пристать отношения. Ты не ответила ни на один мой вопрос. Ответь, пожалуйста. Хорошо. Мы с твоим отцом жили 23 года. Есть проблемы, о которых дети мне говорят. То, что тебе сказала тетя Карина, это, конечно, правда, но не в такой степени, как ей бы хотелось. Ну, однажды мы поссорились с отцом. Он вышел во двор, встретил Карину. Они выпили, поговорили по душе. И все. И что? Ну, был единичный прыжок в сторону. А, то все вот так просто, да? То есть ты простила его, да? Защищаешь? Ну, пока кульминация вообще не интересная пизя. Мне вообще поеб... Ну, вот мне как зрителю абсолютно насрать, блядь, на ее родителей. Он мне все рассказал, я простила. И мы были счастливы. Вот и все, блядь. Мама нашла ему замену очень быстро. Брат купился на игрушке. Еще и любимая крестная обманула. Все. Семьи нет. Понял, понял. Перез 4 месяца после того, что это Марина Летецкая начинает... Дружок, а нахуй ты мне это пересказываешь? ...встречаться с новым мужчиной. Найди хоть одну причину, зачем ты мне эту хуйню пересказываешь? Я тебя просил, блядь. Вот зачем ты, блядь, ворвался после рекламы? Хуйню местишь, пересказываешь, блядь. Я ж только что смотрел, еб-твой рот, блядь. Ты что, дурак, блядь? Садирожене еще раз. Садирожене еще раз. Садирожене, сын мочек, ура! После встречи в офисе Саша не видела Романа. Отношения в семье наладились. Опа! Толик, еб-олик сидит. На 13-летие сына мама приготовила сюрприз. Не сбудется. Скажи, сбудется. Не сбудется. А это тебе подарок от меня. Вау, три билета на футбол. Вау, блядь. Жа и Толя были рады не только подарку, но и возможности провести... На какой футбол, блядь? ...день вместе. И тут раздался звонок. Опа, блядь. И папа заходит такой. Добрый день. Вообще-то у нас вход сегодня не для всех. А, вот кто пришел. У меня у брата день рождения. Мы отмечаем его втроем. На матч мы пойдем втроем. Ты цветы сыну купил или что? Да у меня свой билет на этот матч. Да мне похуй, да? Я иду с вами. Хорош. День рождения, мужик. Так, нечего. После этого... Такая наконченная, я не могу. Просто ебнутая, короче. Какой ты пришел? Вообще-то это мой праздник, а ты его паркишь. В натуре, блядь. Я его не порчу. Я спасаю тебя... Не пойми кого. Да что это такое? Оставь уже Рому в покое. В конце концов, это он купил билеты. Да. А что дальше? Счастливая семейная вылазка? Спасибо. Спасибо. Приебай гнида, просто я не могу. Без меня. Ну я бы и так немножечко, знаете, если бы мы... Ну предположим, что мы были бы в какой-нибудь видеоигре, да? Я бы в этой видеоигре и просто прям... Ну вот логоточек, видите? Вот этим местом, блядь. Ну если бы движок видеоигры позволил бы такое сделать, именно в видеоигре, не в реальной жизни, ребят. Я бы ей так, ну немножечко так цокнул, блядь, что ли, блядь, как-нибудь так... Ну как-нибудь так... Надо немножко, знаете, по-отцовски, что ли, приложить ей такое. Не хватает ей именно в видеоигре. Не, ну, не в жизни же, блядь. Я думала, она хотя бы ради Толика пойдет с нами даже... Не Толика. Если Роман присоединится, но нет. В следующий выходной Саша встретилась с Инной. Только подруга ее понимала и могла посочувствовать. Внезапно Саша заметила Романа. Инка, слушай. Опа, Роман изменяет сейчас, вы. Смотри. Короче, блядь, одна и та же история. Они сейчас увидят, что Роман... Роман сейчас ей изменяет, начнется вокруг этого всего вертеться, а в конце кажется, что Роман очень порядочный человек и любит ее маму, и вся хуйня, и все они будут жить вместе и счастливо. Все, готово. Ну и ну, слушай, ну и парниша. Опа, блядь. Слушай, а может она ему сестра? Да ладно. Или друг хороший, а не может друзья хорошие? Слушай, это надо выяснить. Что делать-то? Пошли, проследим. Да ты чего? Я никогда не следила. Ну как? Я никогда не следила. Пошли. Только главное, делай вид, что мы идем спокойно. Ага. Не смотри в ее сторону. Если вы газеты возьмите, в газетах глаза вырежете, типа, чтобы следить, там, шляпу ебать наденьте. Круто. Хорошо, что Инна была со мной. Одна бы я не решилась на слежку. А Роман, ну, надо же узнать про него что-то. Мы про него ничего не знаем. Надо вывести его на счетку. Конечно, конечно, узнаешь что-то про него. А эта женщина, это единственная зацепка. Саша гадала, что связывает нового друга ее матери с этой женщиной. Слушай, а как бы с ней поговорить, а? Слушай, она к подъезду идет. За ней побежим? Нет, ты что, это глупо. А как? Мы номер-то квартиры не знаем. Да тысяча способов есть, узнаем. Алло. Да. Ай, извините, я сейчас не могу. Я очень занята. Да. Хуйная. Ты что? Что случилось? Из больницы звонили. Медсестра сказала, что мне срочно нужно в больницу. Там что-то случилось, и для меня это очень важно. Может, поехать? Нет, ты что, два дела сразу не делайся. Там что-то с матерью случилось. Давай сначала выясним все. А как мы найдем ее? У меня есть идея. Пошли. А нахуя ее искать, блядь? Добрый день. Здравствуйте. А вы не подскажете? Вот мы срочно из больницы. Блядь, это я. У нас пациент умер. У него сестра была. Вот, живет где-то здесь. Но адреса в регистратуре точно не записали. Инна описала внешность женщины, за которой они следили. Знаю. Это Юлечка Костырева с 11. Спасибо вам, дедушка. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Вбежав в подъезд, Саша стала сомневаться, правильно ли она поступает. Имеет ли она право беспокоить постороннего ей человека. Да, по идее, имеет, блядь, так же, как и билеты ребенка рвать, которому подарили на день рождения. В принципе, имеет, имеет. Она еще может зайти к ней в квартиру с ноги, бля, выломать нахуй дверь, обоссать ей всю квартиру. Ну, имеет полное право, ей же 20 лет. Таевала на том, что дело надо довести до конца. Саша просто обязана все выяснить. Конечно, блядь. Ведь от этого зависит судьба ее мамы. Да, 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 ну да, ее же ебет больше всех. Что мы ей скажем? Ты слышала, что девушка сказала? Юлия Костырева. Костырева та самая? А то, что у Романа фамилия Костырев. И обнимались они не как брат и сестра. Вот сейчас все и знаю. Бля, обнимались они не как... А есть какие-то определенные, типа, позы обнимания, чтобы, ну, именно брата и сестры, либо любовные, а хуй поймешь. Бля, какая чушь, пиздец. Здравствуйте. Ах, давай! Накинули, связали, блядь. Скажите, а здесь живет Роман Костырев? Да. А что? Простите, пожалуйста. А вы ему кто? Я его жена. А что случилось? Опа, блядь. Ну, сейчас будет, короче, выяснится, я вам вангую, что они разводятся, ну, как бы, все нормально, и мать ее в курсе, короче. Иди, пожалуйста. Такая хуйня. Саша. Опасения Саши подтвердились. И теперь у нее есть доводы, чтобы, наконец-то, убедить маму расстаться с Романом. Надо маме все рассказать. Это козел женат. Слушай, поехали вместе. Саша была благодарна подруге за желание помочь. Но сейчас ей надо было остаться одной и продумать, как она расскажет об увиденном в своем. А больницу не хочешь съездить? Нет? Ну, ладно. Я все время думала о тебе. Бегала к телефону, мне казалось, ты звонишь. О, какая идея. Поехали. Мама, а ты знаешь, что этот тип женат? Сейчас. Такая, да. Ну, во-первых, не тип, а роман. А во-вторых, знай. Я же сказал, блядь. Ну, пиздец. Знаешь. И тебе все равно. Да, у меня есть жена Юлина, мы разводимся. Правда, развод затянулся. Потому что все время... Я же сказал. Мама, а тебя устраивает его прическа, блядь, мам? А тебя устраивают вот эти его ямочки некрасивые, блядь, вот это. А свитер его устраивает? Это же вообще, вот ты хочешь выйти за этого, у которого вот в таком свитере ходит, мам? А вот его прическа, блядь. А вот прическа тебе его, ну, нравится, мам? Это же пиздец, блядь. Обнимаетесь и живете вместе, да? Понимаешь? Ой, какой у тебя голос, блядь. Мам, вот реально тебе нравится его голос, блядь, да? Самый квартирный вопрос. Вот как только мы его решим, так сразу разъедемся. Кстати, мы все равно были у адвоката, и... Дело, по-моему, сдвинулось с мертвой точки. А ты, если не веришь, можешь поговорить с Юлей? Я понимаю, что ты с ней уже встречалась. И наверняка знаешь, где мы живем. Как у него все гладко-то, а? Когда Саша появился... Блядь, не доебаться, но я еще ничего придумал. Я у нас на кухне, я думала, случилось что-то ужасно. Будь ты проклят, Роман, блядь. Она так вот... Это битва за тобой, но не вся война, поэтому Роман, блядь, я тебе еще покажу. Будь ты проклят, Роман! Я не узнаю свою дочь. Она помешалась, эти серьезные горюки. Сколько раз я ей говорила, ну, папу не вернуть. Нам всем так тяжело, что его нет, но жизнь продолжается. Тем же вечером расстроенная Саша приехала в больницу. Она даже не догадывала... Ну, погоди, Роман, да, да, да. ...что ее ждет. Наконец-то. Проходи, садись. Так. Ну, что с тобой в последнее происходит время, Литицкая? Ошибка за ошибкой. То лекарства не то больному принесешь. То градусник забудешь. Ну, я... Ну, это хуево, блядь. Если она лекарства... Не то лекарства приносит больному, за это уволят сразу же. Я вам серьезно говорю, ну же пиздец. ...твои ошибки. И все претензии пациентов сводила на нет. Но вчера ты совершила такое. Ты перепутала карточки и диагнозы, и больному аллергику чуть не вкололи лошадиную дозу антибиотика, когда для него даже мизерная доза была бы смертельная. Ты понимаешь? Я не могла. Да вот могла, а, наверное, где же была твоя голова-то? Слава богу, что больной вспомнил, что доктор не разрешил ему ставить капельницу. И медсестра не сделала ему укол. Иначе бы все. Человек бы не стало. Ой. Я вынуждена написать докладную. И, скорее всего, что тебя уволят. Все. Свободно. Да некуда, блин. А что еще сказать? Ну же пиздец. Блин, ну ты везде проебалась. Я тебе серьезно говорю. Роман, блядь. Это роман. Роман про... Роман пробрался в больницу. Подменил карточки, чтобы я страдал. Это все роман, блядь. А, это роман меня подставил. Но ничего. Следующее слово за мной, блядь. Я не удивлюсь, если она вот так вот помешается, знаете, на этом романе. Это роман сделал, блядь. Я помню, я вчера заполняла карточки. После вечернего обхода врачей. Я не знаю, как я так могла ошибиться. Я все время думала о родителях. Теперь я потеряю работу. Хоть бы дали уволиться по собственному желанию. Саша Летецкая узнает, что ее мама... Блядь, а нахуй ты мне пересказываешь? Марина завела себе нового... Я тебя просил, блядь. Ну нахуя ты сидишь? Пошел на... Нахуя ты мне нахую пересказываешь? Я же только что смотрел. Ты не видел, блядь? Я только что уже 25 минут просмотрел, а ты мне сидишь, блядь, пересказываешь эту всю хуйню. Да я в курсах, что там происходит, блядь. Сашу все-таки не уволили с работы, а ограничились строгим выговором. Инна думала, что подруга попросила ее встретиться, чтобы вместе этому порадоваться. Но у Саши была для нее еще одна новость, по поводу которой она и хотела посоветоваться. О чем? Да, слушайте. Я вчера, когда убиралась, телефон зазвонил. Я смотрю, не мой. Иду в коридор, а там телефон Роман забыл. Ну я думаю, сейчас покопаюсь, смс-ки почитаю. Ну что, узнаю про него. А смотрю, на дисплее написано «мама». Ну и что тут такого? Ну так мама же бывает... У него мама и у меня мама, значит он... Блин. ...что она познакомилась с Романом на кладбище, когда тот пришел на могилу своей матери. Кстати, да, вот это логично. Так она жива, оказывается? Саша сказала, что она... Может, у нее две мамы. ...смелилась взять трубку и поговорить с незнакомой женщиной. ...мама, ее зовут Наталья Леонидовна. Но я сказала, что сын, вам перезвони. Круто. А ты маме-то своей сказал уже? Да нет еще, я хотела с тобой поговорить. Слушай, как ты думаешь, они отвертятся? Разговор с подругой убедил Сашу рассказать матери о том, что Роман ее обманывает. Она была уверена, что мужчина... Мне будет прикольно, если она подходит такая, опять мама с Романом, знаете, сидят, кушают. Я такая подходит, а он тебе сказал, что его мама жива? Они такие, нет, ее нету давно. Вот такая имя-фамилия. Ее давно не существует. Знаете, на кладбище приходит, она такая, нет, все, у нее крыша начинает ехать, нахуй. Она все, у нее папа, мама, все перемешалось, Роман, бля, все. И тут, короче, она, ну, ее увозят, короче, в дурку, короче. И она лежит, короче, связанная, такая, Роман, мама, его мама жива. И Роман такой заходит. Это я подменил твои карточки в больнице. Это я подстроил телефонный разговор, чтобы свести тебя с ума. Теперь ты отсюда никогда не выйдешь. И она в конце такая, нет, дверь такая, дурки, пф, закрывается, и все, конец, бля, титры. Пиздец. Вот это был бы финал, бля. Мама! Мама, мама. Саша сразу заявила. Она уже сразу такая, блядь, отойди. Что мать Романа жива. Может, это уловка у нее такая, на кладбище с женщинами знакомиться. Может, он брачный аферист. Квартира, может, наша нужна, и... Ну, он же сам говорил, что он разводится с женой, и у него квартирный вопрос. Саша, ты опять лезешь не в свое дело. Ну, какой он аферист, что-то городишь. Да почему, ну... Я же для тебя стараюсь. Саша, для меня будет лучше, если ты выкинешь эту дури с головы. Дурь? 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 Вот это дурь, мама. Сама посмотри. Марина! Вот, прости, да. Привет. Привет, дорогой. Привет, дорогой. Саша нашла твой телефон. О, Ромчик, привет, как дела? Видимо, я его выронил с кармана. Видимо, вы врете. Да, да, видите, он ее специально... Это как газлайтинг, он ее специально с ума сводит. Видите, он ее так поглядит? Да, 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 он ранил, и на нее смотрит, типа. Я разговаривала с вашей матерью, и она живее всех живых. Так это моя теща, Наталья Леонидовна. Она меня до свадьбы с Юлей еще сыном называла. Ну вот видишь, Саша, ну я прошу тебя, перестань заниматься этим бредом. Твои игры у детективы у меня уже в печенках сидят. И я больше не хочу разговаривать на эту тему. Поняла меня? Я хочу. Да? А может, вы хотите избавиться от меня? Как избавиться от папы, да? Во-во-во, я же говорю, к этому все идет. Финал будет, пизяна, в дурке будет сидеть. Вы будете крутить. А, Саша, запомни, Саша, что ты несешь? А что я несу? А может, несчастный случай с папой был вовсе не случайностью, а? Знаешь, я не твой отец, но даже я не позволю так обращаться с матерью. Сейчас же извинись. Не подумаю. Не за что. За что ты меня так? За что? За то, что хочу быть счастливой. Да пошла ты. Вы хотите здесь? Они же говорят, да пошла ты. Не его теща, а его мать. Я в этом не сомневаюсь. Это мамина слепая любовь, кроме... Я не сомневаюсь. Это точно, это точно ее мама, его мама. Я верю в это. Я чувствую, что она жива. Знаете, Дима? Он то, что-то не в порядке, очевидно. Я сейчас все выяснил. Тоже переходят всякие границы. Ну да, да, чокнутая. В моих словах она сомневается, а он всегда прав. Мне нравится, к чему все идет. Реально, что она чокнутая. Всю следующую ночь Саша не спала. Я точно знаю, что она жива. Ей так не хватало папы. Мне не хватает папы. Он ее всегда понимал. А сейчас она чувствовала себя лишней в собственной семье. Да-да-да, и ничего от нее не скрывал, например, что он изменяет ее матери. Конечно, папы не хватает. Бля, вот этот честный был человек. И Саша приняла решение уйти из дома. А? Привет. Слушай, ты можешь со мной встретиться на нашем месте? Через час. Ебать, какое у вас место? Я-то вы все ебал. Круто, блядь. Вы как в этом месте нашли? Крутое, блядь. Привет. Такое чисто для тусовок, да? Крутое, блядь. Бля, у меня в уши вода залилась, блядь. Ты что? Чего ты? Да ничего. Да я ночью не спала, думала, как дальше жить. И? Слушай, пустишь меня поджить к себе? Сашка ужасно злится на свою мать. Теперь хочет жить одна. Еще скучает по своему отцу. Это все сгублять. А что еще она? Жаль ее. Бля, звук вообще кайф, пиздец. Саша уже несколько дней жила у своей подруги Инны. Она приехала домой только для того, чтобы забрать кое-какие вещи. Она не хотела ни с кем встречаться и рассчитывала, что в это время мама точно будет на работе, а брат в школе. Но мама почему-то была дома. Мам. Мам. Мама, что-то случилось? Блядь, жуткая хуйня. Он ушел от меня. Сказал, что больше не может разрушать нашу семью. После того, как ты ушла из дома, он сказал, что... Блядь, она что, так несколько дней стояла, блядь, или еще? Подожди, ну, на секундочку. Саша уже несколько дней жила у своей... Уже несколько дней жила, типа, у подруги. И она что, мать ее, вот так вот у подоконника несколько дней стояла, или что, блядь? Нихуя себе, блядь, прикольно. Просто у нее такое ебло, ну, вот реально, если так логически смотреть. Она так играет, как будто бы, ну, естественно, ее это шокировала новость, да? Ну, как будто бы она об этом узнала только что, да? Вот он ей позвонил, говорит, я не хочу, нам надо расстаться, я не хочу разрушать вашу семью. И она такая... И стоит, да? Ну, блядь, ну, по факту, что, что, несколько дней вот так вот стоит, блядь, нихуя себе, круто, блядь. Ну, это реально немножечко так... Винтики-заболтики, так скажем. Он сказал, что дает мне меньше, чем забирает. Мам, я не плачь, он не стоит твоих слез. Стоит гораздо больше. А чего от меня уходят люди, которых я люблю? Мам, ну, хочешь, я вернусь домой? Хочешь? Ну, ты дай немножко, чтобы не втыкала, блядь. Ты же, добился чего хотел? Ну, блядь. Не надо меня обвинять. Я сделала все правильно. Абсолютно, блядь, каковы шизу прогоняла, просто вообще правильно, пиздец. С тебя, ты украла мое счастье? Что? Че с музыкой? Да этот роман дороже тебе, с собственной дочери! Я так больше не могу. Я не хочу терять свою дочь, я люблю Романа. Что мне делать дальше, я не знаю. Это все меня убивает. Если бы это произошло несколько дней назад, я бы просто прыгала отчасти. А теперь я не знаю, что мне делать. После ссоры с матерью Саша задумалась, а была ли она права. Девушка видела, что сейчас ее матери по-настоящему плохо. Саша не хотела ни с кем разговаривать и бродила по улицам. Внезапно ей позвонила Инна, дежурившая в больнице. Маму привезли. Да, еду. Беги! Доставили маму Саши. Я же сказал, а, маму Саши? Ну тут тетя, да? Через 4 месяца после... Да нахуй ты мне перескажешь! Нахуй ты мне это перескажешь! Ты доебал, блядь, успокойся, нахуй. Иди к кому-нибудь другому, перескажи, ебаный рот. Я уже посмотрел залпом сейчас всю серию, блядь. Я уже знаю, что там произошло, блядь. Ну хорошо сейчас уже. Ее откачали, уже все нормально. Инна рассказала Саше, что ее мама попыталась покончить с собой и наглоталась таблеток. Нихуя себе, блядь. Почувствовав первые признаки отравления, женщина одумалась и вызвала скорую. Ее маму, да, я понял, понял. Я... Она Саша, да я уже заебался, блядь. Как же я люблю мамочку. Да я во всем виновата. Да? Она потеряла еще одного любимого человека. И все из-за меня. Да? Мне очень стыдно. Я не хочу, чтобы она от нас ушла. Мамочка. А что осуждаете? Вон жива. Прости меня, пожалуйста. Я тебя очень люблю. Доченька, это ты. Прости меня. У меня нет никого дороже вас столько. А? Только ты мне говори, ему где я. А? Сука, блядь. Доченька, прости меня. Только не говори, ему где я. Что это нахуй за... Только ты ему не говори, ему где я. Только ты ему не говори. То, что случилось, это было минутное попытнение. Мне очень стыдно. О, да, что это получилось. Сука, блядь. Я скажу, что ты срочно въехала в командировку. Угу. Э, че нажал, блядь? У нас теперь все-все будет хорошо. А? Только ты домой взращайся, мама. Саша очень переживала, что чуть... Блядь, как Тарантино пишет свои диалоги? Я там все ебал просто круто. Ила до гибели собственную мать. Понять глубину ее отчаяния мог только отец. Придя на кладбище, Саша была удивлена, что Роман делал на могиле ее папы. Он как-то связан с убийством. Он сыт, что ли? Блядь, что? А, я думал, он сыт, он в руки так держал, знаете, я думал, мне хуя сыт стоит. Да-да, он сыт стоит. Делайте. Конфеты. Что вы здесь делаете? Конфеты еще, цветы там. Здесь лучше думать. Мелочь конфеты. Надо к людям идти разговаривать, а не на кладбище думать. Знаете, что с мамой случилось? Нет. А что с ней? Так она попросила тебя не говорить ему, ты, блядь, издеваешься. Я не видел ее два дня. Вы ушли, она наглоталась таблеток. Ее еле откачали. Взяла все спалила ты, да ебешь, бля, вообще. Ну, ты как дочь не очень, конечно. Ну, так, мое оценочное суждение. Я была не права насчет вас с мамой. Мне стыдно. Приезжайте к ней, поговорите. Успокойте ее. Так, а что он стоит перед могилой отца ее именно? Блядь, интересно. Я не могу. Почему? Не могу. Это он убил ее отца, чуваки. Это он сбил. Ответ убил. Это он сбил ее отца, прикиньте, блядь. Не могу. Что происходит? Что происходит? Блядь, что со звуком? Я того все ебал круто. Саша, это я сбил твоего отца. Да. Да ну все ебал круто, блядь. Вот это я, сука, экстрасет. Не может быть. Сейчас, блядь, поговорите. Зачем ты делаешь? Тихо, тихо, тихо. Саша, тихо, тихо, тихо. Успокойся. Тихо. Тихо. И реально тишина. Блядь, звук потрясный еще. Блядь. А что, блядь, на самом интересном звук по пизде? Пошел, блядь. Блядь. А как? Блядь. Блядь. А где? Пизде. Всю сцену. Я опять испугался. И я снова не пошел в милицию. Блядь, какой не... Блядь, сука. Короче, еду я на машине, и там идет мужик. Я такой, а что если? Что если? Ну, я же... Не было у меня никогда опыта по сбиванию. В ГТРП. Ну, я, короче, газку ебнул. Еще секунду подумал, стоит, не стоит. И, ну, как пропиздячил по него, блядь. Ебай, он полетел, короче, нахуй. Просто, блядь, через машину, нахуй, туда сиганул. Я того все, ебал, круто. Остановился, смотрю, блядь, лежит, нахуй. Ну, в ГТРП. И я снова не пошел в милицию. Все. Я опять испугался. Я хотел... Я хотел как-то помочь вам, что-то сделать для вас. И здесь на кладбище заговорил с Мариной. Я не собирался влюбляться, я не думал, что она влюбится. Я не знаю, что так все выйдет. Короче, он случайно, как я понял, он случайно сбивает ее отца. Приходит на кладбище, ну, типа, сожалеет об этом, да? Приходит на кладбище, типа, к его могиле, именно потому, что он сожалеет об этом. Хотя он милиции не сказал вообще. Странная хуйня. Вообще странная, блядь. Ну, не сопереживай в этом плане никак. Ответственность не понежит, да? Вот, и видит его жену, и тут они влюбляются в друг друга. Вот в чем ирония. Проси меня, Саша. Да прощаю, блядь. Сбил моего отца, не сказал милиции, еще и мою мать охумутал. Так давай жить вместе и пожевать. Я не знаю, что сказать. Да, добра нажевать, правильно? Ты просто в страшном сне не присниться. Мама влюбилась в убийцу нашего отца. Как теперь дальше жить с этим? Лучше бы он ничего не говорил. Я должен был это все рассказать. Потому что жить с этим грузом я больше не могу. Понял, Олег. Ой, Роман. Я понимаю, что я понесу за это наказание. Только сейчас прошло уже. Он уже умер 4 месяца назад. Ты только сейчас решил наказание понести? Я готов к этому. А, только сейчас готов? Удивительно, блядь. Складбище Саша направилось прямо в милицию, чтобы написать заявление. Я не знаю, правильно ли я сделала, что написала заявление. Блядь, ты не знаешь, человеку убил, блядь. Избежал наказания. Ну, вообще, стоит ли заявление писать? Не знаю. А может отпустить его, ребят? Прощаем, блядь. Отпускаем. Папа уже не вернуть, а... Роман, он раскаялся. Если... Если мама узнает, что... Что это Роман сбил отца, то она просто не признает. Я мусорнулась, реально. Ты че, краснопузая или че, нахуй? Ты че, натура, блядь? Ты че, ебать? А мне же с Романом... Ты че, я думал... Блядь, я думал, ты порядочная налетчица, а ты, оказывается, краснопузая. Понятно, мусорнулась, блядь. Блядь. Понятно, ебать. Саша Летецкая. Да нахуй ты мне это перескажешь, ебаный рот, блядь. Про эту краснопузую. Понятно. Понятно, у матери все не в порядке, это краснопузая, тот маньячелла, блядь, пиздец, выпуск. Марина не находит себе места. Только что ей позвонил... Блядь, я думал, это порядочная налетчица-форточница, блядь, положенка. Сестра Ульяна и рассказала... А это, блядь, краснопузая, красноперая, понятно. То Романа вызвали в милицию. Мам, что случилось, Саш? Саш, помоги мне раздобыть одежду, мне надо выбраться отсюда. Зачем? Саш, ты что случилась? Ты понимаешь, только что была у меня Ульяна, она... Хотя в больницу без одежды вас привезли, нихуя себе. Казал, что Рому забрали в милицию. Я должна узнать, что там, что случилось, почему он там. Мам, ну тебе не... Так обоставили в озвучку, не ври мне. Спасибо, ребят, за то, что мне этот клип кидать, но я его видел, я его сам озвучил. Вставать, тем более ехать куда-то... Саша, я его люблю, я не брошу его в беде, Саша. Помоги мне. Ладно, мам, ты лежи, только не вставай. И не волнуйся, ладно? Я сама съезжу. Ты поможешь? Конечно, да. Только не вставай, не волнуйся. Что ж я натворила? Если маму знает правду, она меня возненавидит. Она вообще в людей верить перестанет. Идиот думает, на кого заявление написать, да, красноперые, понятно? Саша собиралась забрать свое заявление из милиции. Ты же какое, ты же конченая. Поздно. Роман на допросе у следователя признался в том, что сбил Никиту Литецкого и скрылся с места ДТП. Учитывая... Блядь! Здравствуйте, моего отца сбил человек, который, ну, там, встречается с моей матерью, так получилось, вся хуйня. Я хочу написать заявление, потому что он убил человека и скрыл об этом, да, ну, типа, уже полгода ходит на свободе. Принимает заявление. Здравствуйте, а можно я заберу заявление? А зачем? Ну, я его прощаю, что ли, блядь. А то, что он человека убил, да, как бы... И полиция такая, а, ты его прощаешь? Ну, тогда все, забирай, пиздец. Конечно, конечно, они обратно отдадут. Это правда, блядь. Труп есть, блядь, заявление забрали, убрали, блядь, да похуй, в принципе, да? Признание. Его выпустили до суда под подписку о невыезде. Мужчина собирался обо всем рассказать Сашиной маме, но девушка убедила его сохранить все в тайне. По крайней мере, до решения суда. У меня к вам деловое предложение. Ну, вообще, ну, хуёвый, блядь, как всё нелогично. Вы, ну, вообще, если ты его простила, вообще, лучшим вариантом сделать это сообщить его матери об этом, все втроём сесть поговорить об этом, решить полностью всей своей семьёй, принимаете вы этого человека или нет, да, раз уж так судьба сложилась. Вот. И это самое. И, ну, наоборот, что, ну, показания матери, ну, жены у умершего человека, да, наоборот, смягчат ему срок. Разве нет? Типа, они по неосторожности ему, ну, годика-два посидит максимум, я уверен. Я надеюсь, не денежная. Поэтому, я думаю... Нет. Обещайте мне, что сделаете маму... Я твоя мама. Тебя всегда били во дворе. Для того, чтобы не чувствовал ничтожество, мы с папой создали 500 аккаунтов на Твичей. Смотри, у тебя 500? Да мне 4500 смотрят, блядь. Я вот смотрю сейчас, нихуя себе. Нихуя, мама, спасибо, блядь. Я хочу, чтобы она улыбалась. Только у меня папа умер, ребят. А так спасибо большое. Спасибо, мама. Вот. Спасибо вам. Спасибо вам, ребят, за то, что вы просто взяли мне, напомнили о моём отце. Ну, о моём горе, блядь. Я понимаю, шутки с шутками, ребят. Но вы взяли просто сейчас, ну... Ну, напоминайте о моём отце. И... Ну, я понимаю, это всё шутки, конечно. Но вы мне... Ну... Ну, неправильно, наверное. Что, мне напомнили бы. Ха-ха! Перетроллил лохов. Смотри, сидят. Извиняются. Смотри, сотри, 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 сотри. Смотри, как... Смотри, блядь. Опа! Вот же они, изменяшки, пошли, блядь. Как лоха, блядь. Ну, как лошков, ребят. Не обижайтесь, блядь. Просто вообще... Байтитесь, блядь, как черти. Ладно. Ну, про черти лишнее было с оглом. Ещё я браудер закрыл. Обещайте, что никогда не обидите её. Обещаю, обещаю. Спасибо тебе. Ну, если собью, то сорян. Обещаю. Прошёл месяц. Суд приговорил Романа Костырёва к трём годам лишения свободы условно. А, условно? Саша и Роман решили, что теперь уже точно лучше не рассказывать матери правду. Для Марины у Романа была своя версия эпизода с милицией. Бля, ну хуй за это. Странно очень. Ты не представляешь, что я могла себе представить, когда Ульяна рассказала, что тебя в милицию забрали. Я вообще сначала не поверила. Вот, и... Да я сам обалдел. Ну, какая-то фигня просто получилась. Вдруг попросил на стоянку машину отогнать. Там ехать-то всего километр. А тут, как назло, гаишник. А у меня, ну, ни документов на машину не давили. Наконец-то всё хорошо. Рома рядом. Дети его приняли. Ой, как, бля, всё замечательно. Ложь в семье, да? Было бы счастье, да несчастье помогло. Это точно про нас. Если бы я не оказалась в больнице, Сашка так и была бы против Ромы. И не поняла бы, как мне плохо без него. Не зря, да наглоталась таблеток. Здорово, бля, какая серия хуёвая. Боже, что они несут. Блядь, воссоединение семьи матери. Они всё равно матери лгут. Да, мать живёт, блядь, во лжи. Мать говорит, бля, как охуенно, что я таблеток наглоталась. Ну, так это самое. Так она приняла меня с моим мужем, блядь. Какая чушь, бля, блядь. Пиздец. Какая хуйня, боже. Ну, теперь всё позади. И слава богу, все живы, здоровы. Я счастлива. Я не знаю, наверное, это и есть счастье. Иди, иди жене на пиздеще. Любимая Марина. Я понимаю, я там чё-то припиздел, да? Ну, это святое дело, блядь. Скрыл от неё, что убил её мужа случайно, блядь. Не надо ни от кого прятаться и никому врать. Ну, просто живём. Да-да, блядь, никому. Бля, вообще нет ни одного человека, которому я вру, блядь. Вообще, теперь никакой лжи, блядь, всё правда. Ну, правильно. Блядь, сбить её, нахуй. Блядь, не улыбайся так, ты её собьёшь, а потом предложение сделаешь. А прошло... Смотри, просто, блядь, страшно. И у меня уже есть несколько идей. Блядь, какой кошмар, блядь, не страшно, пиздец. А о прошлом мы решили больше не вспоминать. Ну, надо... Да, было и было, блядь. Жить настоящим. Я... Я знаю, я... Я знаю, как сделать ей предложение, мне есть... Мне есть... Мне есть идея. Я очень прикольно придумал вещи. Я была какой-то дурой, но... Как я не замечала, как они смотрят друг на друга, как они просто светятся. А? И Ульяна правильно говорила. Папа с нами больше нет, и ты его не вернёшь. Но... Это не значит, что его кто-то пытается забыть или заменить. А? А Роман, он... Он достоин, мама. А чё он тебе машину без документов даёт? Корпоратив у него был. Выпил он. Бля, ещё, ещё больше, прям под конец, где хэппи-энд. Лжи. Охуенно, да? Заканчивают, заканчивают, блядь, серию на лжи. Вы посмотрите просто, как это... Это выглядит... Ну, они хотели хэппи-энд, поняли? Семья, всё, они все вместе идут по парку. Ну, по факту, они заканчивают на том, что он ей пиздит, блядь. Скрываю очень неприятную правду. Посмотрите, просто, блядь, как это мерзко выглядит. Ахуенно, просто... Машину без документов даёт. Корпоратив у него был. Выпил он. Ну, а я торопил. Короче говоря, забыли. Ну, ладно вам. Какой пиздя. Это же просто... Это, ну, реально, мега-мразотная серия. Давайте в кино пойдём. Я с вами. Ой, блядь, как у вас всё хорошо. Я того всё ебал. Круто. Круто. Пиздец. Да. Блядь, ну это мега-хуй тень. Ну, блядь, может быть, я немножко, ну, немножко такой, ну, жу, так скажем, да? Но это же просто хуй тень. Это же просто, блядь, как может закончиться серия хэппи-энда вот на такой хуйни. Просто пиздец, да? Согласны? Это просто охуеть, блядь. Бля, блядь. На лжи просто заканчивается, где он ей пиздит откровенно. Бля, здорово, здорово.